В последних трех беседах нашей серии очерков изложения христианской веры мы говорили о библейском учении о грехопадении и его последствиях для жизни людей. Сегодняшнюю беседу мы посвящаем христианскому пониманию болезни, одному из последствий грехопадения. Мы сейчас предложим вашему вниманию мысли по этому поводу протоиерея Фомы Хопко, видного американского православного богослова, профессора догматического богословия Свято-Владимирской Духовной Академии в штате Нью-Йорк. В последних наших катехизических беседах мы попытались показать, что болезнь и смерть присутствуют в мире как результат его падения и греха. Болезнь есть по новозаветному учению «дьявольские путы», а Христос пришел, чтобы, по слову апостола Павла, упразднить дьявола. В Иисусе Христе прощение грехов, исцеление тела, упразднение дьявола и воскрешение мертвых являются одним и тем же спасительным действием. В Евангелии от Матфея об этом так говорится. «Что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или сказать «встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда Иисус говорит расслабленному «встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Отец Фома Хопко в недавно вышедшей в русском переводе книге «Основы православия» о значении болезни для духовной жизни человека пишет. Человек, искупленный от греха и зла, избавляется от болезней и смерти. В Царстве Божьем больше не будет болезни, печали, воздыхания, но жизнь бесконечная, как мы поем в погребальной службе. Когда же человек бывает болен, то он становится жертвой дьявола и греха мира. Это не значит, считает Отец Фома Хопко, что отдельные люди лично наказываются своими болезнями, но это означает, что там, где царит грех, процветает и болезнь. Православная Церковь учит, что все невинно страдающие от болезней, например, маленькие дети или люди с врожденными умственными недостатками, несомненно, будут спасены в Царстве Божьем. Если мы откроем книгу «Бытия», пишет далее Отец Фома Хопко, то увидим, что Бог не сказал человеку «согреши, и я убью тебя», но что если человек согрешит, то он смертью умрет. Следовательно, когда человек грешит и разрушает сам себя злом, он приносит в мир болезни и страдания, себе и своим детям, и вся жизнь его делается западной, пока он не возвратится в прах, из которого сотворен и которым он является по своей природе. Бог ни в коем случае не причиняет людям страдания, не посылает им болезнь и смерть. Но, напротив, даже их, эти дьявольские орудия разрушения, он преобразует в средства для нашего спасения. Только в этом смысле можно сказать, что Бог посылает болезнь, считает прозерей Фома Хопко. Когда заболевает христианин, продолжает автор книги «Основы православия», он должен сознавать, что болезнь его вызвана грехом, не только его собственным, но и всего мира. Он должен утешаться мыслью, что через промысл Божий и спасение Христова он может быть исцелен от болезни, чтобы еще послужить на земле Богу и человеку и исполнить свою жизнь по замыслу Божию. Даже и сама его болезнь может быть средством служения Господу, пишет отец Фома Хопко. «Если мы несем свои немощи праведно, мужественно и терпеливо, с верой, надеждой и даже радостью, продолжает автор, то становимся величайшими свидетелями Божьего спасения в этом мире. Ничто не может сравниться с таким терпением, ибо прославление Бога в страдании и немощи есть наибольшее из всех приношений, которые только человек может сотворить из своей жизни на земле. Все святые страдали от каких-либо телесных немощи, и все они, даже те, которые исцеляли своими молитвами других, никогда не просили исцеления для себя. И самый очевидный пример, по словам американского богослова, это пример самого Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok В следующей катехизической беседе серии изложения христианской веры мы продолжим беседу о смысле страдания. Выслушайте голос Америки из Вашингтона. Продолжаем программу «Религия в нашей жизни». В Ангелии продолжается празднование тысячелетий русского христианства. В качестве одного из мероприятий, связанных с этим торжеством, 21 ноября в лондонском Вестминстерском аббатстве был отслужен новый благодарственный Акафист. Акафист является особым длинным песнопением, прославляющим Бога или святых в связи с каким-либо событием или праздником. Новая служба длилась более полутора часов и состояла из одиннадцати частей. Назывался Акафист «Слава Богу за все». Он был написан православным русским священником Григорием Петровым, незадолго перед его смертью в сибирском лагере в сороковых годах. Как уже ясно из его наименования, Акафист воздает Богу хвалу за все, как хорошее, так и плохое. Лондонский корреспондент «Голос Амелики» Джефф Эрлэх рассказывает о новой церковной службе, составленной в связи с этим празднованием тысячелетия Крещения Руси. Музыка к Акафисту была написана английским композитором Джоном Тавенером, обратившимся в православие в 1977 году. С тех пор Тавенер сочинил много музыки для своей новой церкви. Его обращение оставило громадное впечатление в его жизни и произведениях, которые, по его словам, сделались проще, но в то же время дерзновеннее. Он считает переход в православие самым верным шагом в своей жизни. Я давно интересовался православной церковью, но когда я вошел в русский православный храм в Лондоне, я почувствовал, что, наконец, вернулся домой. Тавенер называет свое произведение «попыткой трансцендентального подхода». Я хотел бы, чтобы люди восприняли Акафист как песнь благодарения. Благодарение за все, все, что происходит в нашей жизни, все, что кажется нам ужасным и все, что кажется нам радостным. В этой жизни мы видим только часть целого, и конечное откровение нам еще только предстоит. Исполненный в Вестминстерском аббатстве в готическом соборе Лондона, Акафист звучал особенно величественно. Здание аббатства было заложено в XI веке. Тогда же оно стало местом венчания и коронации английских королей. Богатая история аббатства началась лишь немногим спустя после крещения Руси. К сожалению, у нас нет звукозаписи нового произведения Джона Тавенера. Все же есть у нас текст самого Акафиста, слава Богу за все. Он был опубликован в 1977 году в издающемся в Париже журнале «Вестник русского христианского движения» и в сборнике Акафистов, выпущенном несколько лет назад в Бельгии католическим издательством «Жизнь с Богом». Сейчас мы прочтем четыре отрывка из благодарственного Акафиста «Слава Богу за все», написанного православным русским священником отцом Григорием Петровым незадолго до его смерти в сибирском лагере в 40-х годах. Нетленный Царю веков, содержащий в деснице своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла Твоего, Благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости, поющим «Слава Тебе, Боже, вовеки». Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славные щедрые дары Твоего промысла явлены с первого дня и до ныне. Благодарю и взываю со всеми познавшими Тя. Слава Тебе, призвавшему меня к жизни! Слава Тебе, явившему мне красоту Вселенной! Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю, как вечную книгу мудрости! Слава Твоей вечности среди мира временного! Слава Тебе за тайные и явные милости Твои! Слава Тебе за каждый вздох грусти моей! Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости! Слава Тебе, Боже, вовеки! Господи, как хорошо гостить у Тебя! Благоухающий ветер, горы, простертые в небо, Воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, Вся полна ласки, И птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословенна Мать-Земля с ее скоротекущей красотой, Пробуждающей тоску по вечной отчизне, Где в нетленной красоте звучит Аллилуйя! Ты ввел меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, В лазуре которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса И сладкозвучную музыку ввод. Мы ели благоуханные и сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у тебя на земле, Радостно у тебя в гостях. Слава тебе за праздник жизни! Слава тебе за благоухание ландышей и роз! Слава тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов! Слава тебе за алмазное сияние утренней росы! Слава тебе за улыбку светлого пробуждения! Слава тебе за вечную жизнь, Предвестницу небесной! Слава тебе, Боже, вовеки! Слава тебе, Боже, вовеки! Мы познакомили вас с отрывками из благодарственного Акафиста, Слава Богу за все! Акафист был написан православным русским священником отцом Григорием Петровым незадолго до его смерти в сибирском лагере в 40-х годах. Музыка к Акафисту была написана английским композитором Джоном Тавенером и была впервые исполнена 21 ноября в лондонском Вестминстерском аббатстве как одно из мероприятий празднования тысячелетий крещения Руси в Великобритании. Руси в Великобритании